Сегодня мы поговорим о льняном масле с комментарием врача-эндокринолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство, наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. Ну, тогда начнем. Может ли льняное масло восполнить дефицит омега-3? Ответ – нет, не может. Как вы помните, омега-3 – это эйкозапентоеновая, докозагексоеновая и альфа-линоленовая кислоты. В льняном масле содержится от 40 до 60% альфа-линоленовой кислоты, а ЛК – это единственное масло-рекордсмен по содержанию линоленовой кислоты, но при этом в нем нет ЭПК и ДГК, которые так необходимы для организма. Существуют данные, что в небольшом количестве линоленовая кислота может переходить в ЭПК и ДГК, но происходит это с большим трудом. Кроме омега-3 в виде АЛК, в льняном масле также есть от 15 до 16% линолевой кислоты, омега-6 и 10% олеиновой кислоты, омега-9, витамин Е. И лигнаны-соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами, являются фитоэстрогенами, улучшают рост полезных бактерий в кишечнике, помогают бороться с инфекцией. Альфа-линоленовая кислота улучшает пищеварение, состояние кожи, регулирует артериальное давление, участвует в передаче нервного импульса. Все вышеперечисленные положительные эффекты позволяют рекомендовать употребление льняного масла в пищу 1-2 столовой ложки в день плюсом к основным омега-3-Эй козапентаеновой и доказагексаеновой кислотам. Важно помнить, что все растительные масла крайне нестабильны и быстро окисляются, поэтому льняное масло лучше покупать холодного отжима, не нагревать, хранить после вскрытия в холодильнике в темном стекле не более двух недель. Тест на достаточное содержание омега-3 кислот в организме произнесите без запинки доказагексаеновая, эйказапентаеновая и альфа-линоленовая кислоты. Получилось! Я рада, что вы улыбнулись! Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!